Отбывающие наказания в исправительных учреждениях работают и зарабатывают. Это будет способствовать их адаптации в обществе и приобщению к труду. В исправительном учреждении ОВС-156-15 города трудоустроено более 200 осужденных. Подробнее в сюжете. В исправительном учреждении номер 35 строгого режима в нашем городе осужденные работают и получают заработную плату. Есть даже те, которые открывают собственное дело и занимаются бизнесом. Один из них Арман Кабенов. Он отбывает наказание в течение 15 лет. До освобождения осталось полтора года. В 2015 году, после того, как осужденным было дано разрешение на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, он открыл свое дело. В настоящее время уже несколько человек трудоустроено у него. В производственной зоне созданы все условия для тех, кто хочет трудиться и помогать семье, говорит он. С 2015 года я по генеральному прокурору нам разрешил осужденным открыть ИП. С того времени я открыл ИП. Продолжаем, работаем. 21 человек у нас работает. Работаем. Оставу делаем. Ну, в общем, по дереву. По дереву, в принципе, все делаем. Если есть заказы. Сейчас на Оставу большой ассортимент. У нас большой ассортимент. Также у нас хорошо заказывают. У нас со всего мира. С доставкой работаем. Если есть заказы, мы быстро делаем. Так как у нас сейчас лес у нас в данный момент сохнет. Из-за этого мы так маловато сделали. 30 штук за три дня сделали мы. Можем не больше, до 50 сделать. До 50 табаков за три дня. Сейчас в исправительном учреждении ОВ-156-15 отбывают наказание в общей сложности 847 осужденных. 242 из них трудоустроенные. Желающие трудиться устраиваются на работу по договорам с индивидуальными предпринимателями. В исправительном учреждении работают несколько производственных предприятий. В швейном цехе подсудимые шьют одежду для себя и на заказ. В учреждении также имеются цеха по изготовлению мебели, дверей, рукоделию. Трудоустроенные осужденные работают поочередно, днем и ночью. В производственной зоне есть 12 индивидуальных предпринимателей и 2 ТО. Оплата, произведенная осужденным, зачисляется на их лицевые счета или же на счета их родственников. Также при наличии исков, установленных решением суда, есть возможность оплачивать их заработной платы в размере 50%. Отбывающие наказание планируют продолжить свою профессию и после выхода на свободу, потому что спрос на выпускаемую продукцию высок, говорят они. Талшын Шекертхан Айнур Касым, Аяулын Бақыт Қызы, Азержан Бесингазинов, Телеканал Семей.